Шеф-повар, Максим Григорьев. Индейка в кисло-сладком соусе. Моя дочь в какой-то момент стала очень привередлива к мясу. Если раньше она его ела в практически любом виде, то сейчас ситуация резко изменилась. Угодить дочке непросто, но индейка в кисло-сладком соусе пришлась ей по вкусу. Самое интересное, что я сама этого не ожидала. Готовила и думала, что сын и муж съедят это с удовольствием, а дочке придется еще что-то приготовить. К счастью, я ошиблась. А мясо действительно получилось очень вкусным. Время приготовления – 30 минут. Ингредиенты. Вода 50 мл. Индюшиное филе 400 г. Крахмал кукурузный 0,5 ст. Лук репчатый 1 шт. Масло оливковое экстра-верджин 4 столовые ложки. Морковь 1 шт. Перец черный молотый 1 щепотка. Сахар коричневый 1 столовая ложка. Соль 1,5 чайных ложек. Соус томатный 0,5 ст. Уксус винный белый 2 столовые ложки. Чеснок 2 зубчика. Яйца куриные 1 шт. Шаг 1. Нам понадобится филе индейки, томатный соус, лук, чеснок, яйцо, сахар, морковь, белый винный уксус, оливковое масло, соль, перец, кукурузный крахмал. Шаг 2. Взбиваем яйцо с 1 столовая ложка крахмала, солью и перцем. Шаг 3. Мясо нарезаем небольшими кубиками. Шаг 4. Окунаем мясо в яичную смесь и оставляем на 10 минут. Шаг 5. Затем каждый кусочек мяса обваливаем в оставшемся кукурузном крахмале. Шаг 6. Разогреваем масло в сотейнике и слегка обжариваем мясо со всех сторон. Шаг 7. Откладываем мясо в сторону. Шаг 8. Туда, где жарилось мясо, кладем измельченный лук, чеснок, не резать, раздавить, и морковь. Готовим на среднем огне 2 минуты. Шаг 9. Добавляем сахар. Готовим еще одну минуту. Шаг 10. Добавляем томатную пасту. Шаг 11. Добавляем винный уксус, можно заменить белым вином. Шаг 12. Возвращаем мясо в сотейник. Шаг 13. Добавляем воду, доводим до кипения. Накрываем крышкой и готовим еще 8-10 минут. Шаг 14. Мясо готово. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.